Приветствую вас! Приветствую вас на будней московской бирже. Сегодня у нас много интересных новостей, которые стоит обсудить и как-то расставить приоритеты. Но прежде чем мы начнем, напомню вам, что вы можете посмотреть данное видео после записи практически моментально. Я делаю рассылку с нашим подписчикам сразу после записи этого видео. Соответственно, подписаться и получать чуть раньше видео можно внизу под данным видео. Если вы смотрите на YouTube, то ссылка внизу. Если вы смотрите на сайте WallStreetPro, то прямо внизу есть форма, где вы можете оставить e-mail. И я вам тут же пришлю свежий выпуск, как только он будет выйден. Испечен, скажем так. Ну, а теперь поехали. Значит, начнем, конечно же, с новости, которая сегодня всех будоражила. Это новость о так называемом Кремлевском докладе, о котором написано Senior Fallen Politics Figures, то есть основные фигуры политики и олигархи. Вот так и не назвали. То есть они назвали всех бизнесменов России олигархами, ну, а остальных назвали политиками. Значит, очень интересный список. Он состоит в том, что практически всех, кто в этой стране либо владеет более чем одним миллиардом состояния долларов, либо как-то участвует в основной политике страны, все попали вот в этот список. То есть, по сути, сегодня даже один из участников этого списка заявил, что это некая книга, где указаны все действующие лица, то есть к чем они занимаются в стране. Вот, значит, это список, куда входят, ну, все из аппарата президента, сюда входят все министры, кабинет министров входит, в том числе премьер-министр. Вот, сюда входят все, ну, не все, основные, конечно, управляющие госкомпаниями, да, ну, допустим, здесь отдельный список есть, куда входят и Алексей Миллер, и Игорь Сечин. Со звездочки указано, что они уже и так под санкциями, Сергей Чемизов уже под санкциями, ну, вот, это и Герман Оскаревич все вошел, Сбербанки, российские железные дороги, Россети, Интерао, Росатом, Транснефть, Газпромбанк, Татнефть, Аэрофлот, ну, то есть все-все-все основное, да. Плюс есть отдельный список, так называемый Аппендикс-Б, то есть приложение Лист, то есть список олигархов. И вот, если мы даже просто почитаем первых, я думаю, вы узнаете, это Александр Абрамов, Роман Абрамович, Арас Агаларов, Фархад Ахметов, Агит Аликперов, Лукоил, да, не забываем, Дмитрий Ананьев, ну, они в Лондоне, по-моему, уже. А, значит, кто из таких, кого нас интересует, у кого есть акции публичные, значит, если так посмотреть, сейчас тут много, вот Олег Дерипаско здесь в этом списке, а кто, Леонид Федун Лукоил здесь в этом списке, Михаил Фридман Лукоил, ой, Лукоил Альфа Групп, но он, нет, на рынке не торгуется, значит, Сергей Гордеев, ну, если я не путаю, то это именно пик, да, то есть дальше Михаил Гуцериев, Саид Салан Гуцериевы, пожалуйста, вот вам Сафмар, вот, Вячеслав Кантор, это у нас Акрон, Касперский, это есть Касперский, Керимов, пожалуйста, да, Сулейман Керимов, но он уже сейчас в Париже. Так, ну, из таких интересных деятелей еще здесь кто есть? Ну, практически все, то есть, ну, практически все, все, кто у нас, просто здесь список достаточно большое, на английском еще написано, Прохоров Михаил, Потанин, да, ГМК на английский никель, Гот Ниссанов, ну, тоже, ну, это в Москве в основном, Александр Нейсис, ну, все, 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 Рутенберги уже под санкциями, а здесь из ММК, вот я видел, так, где, 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 где у нас Рашников, на R, что же такое, где, вот, Виктор Рашников, пожалуйста, вот вам ММК сюда входит, Олег Тиньков, Алишер Усманов, Мегафон, Mail.ru Group, Геннадий Тимченко, ну, много чем владеет, в том числе, Дуле в Новотеке, Виксельберг, Алекс, Аркадий Волош, Яндекс, да, ну, тут практически все, ну, практически все. Вот, то есть, список достаточно большой, то есть, все основные, значит, ГОСК, все основные госкорпорации, все, или почти все основные частные компании, то есть, их владельцы в этом списке. Список не предполагает, что с ними что-то сделает, да, Госдеп, но это, как бы, такое предупреждение, то есть, по сути, что может этот список сделать? То есть, если США, конечно, захотят, да, то есть, они там взвесят за и против, и теоретически захотят действительно сделать что-то плохое, то, по сути, они могут что сказать? Они говорят, вот, у нас есть список, да, там, 200 с чем-то человек, и всех под санкции. Вот всем, то есть, все, кто в этот список теперь входит, все санкции. Это что значит? Это практически может парализовать экономику. Это серьезно может парализовать экономику, вы понимаете, когда все основные владельцы корпорации под санкциями, когда все основные, скажем так, чиновники, которые под санкциями, да, то есть, они могут не выезжать, не заезжать, не проводить какие-то операции, то есть, это очень серьезно может ударить по России. То есть, по сути, Америка это и преследует. Фондовый рынок пока никак на это не отреагировал, но, по сути, реагировать пока нечего, да, по сути, это просто некий список, просто список, да, но, как бы, с двойным назначением. Вот, тем не менее, самое основное, что мы ждали с вами, это, конечно же, ОФЗ, что сделают с ОФЗ, потому что самая большая пугалка и на что рынок реагировал, это попытка запретить американцам, ну и, как следствие, всем, кто, там, возможно, даже с американцами какое-то имеет дело, и европейцам, в том числе, они хотели, это торговля ОФЗ. По сути, покупать наш внутренний долг. Вот, значит, если в понедельник, сейчас понедельник и на вторник вышел доклад по кремлевскому списку, в принципе, как бы, нейтрально, да, мы отнестись к этому. А вот ОФЗ будет в пятницу, при том, скорее всего, в пятницу, уже после закрытия наших торгов, соответственно, уже мы с вами узнаем это в субботу, а рынок на это отреагирует только в понедельник. Значит, что можно сделать, исходя из этого? То есть, как вариант, можно подпродать облигации где-нибудь в четверг, да, там, даже в пятницу утром, вот, если у вас их немного, или вы это делаете одним кликом, то есть, взяли, продали, да, ОФЗшки, и в понедельник купить. Значит, какой вариант развития событий в этом случае будет? Если санкции введут, ОФЗшки, естественно, просядут, и вы сможете их купить дешевле. Если санкции не введут, ну, здесь другой риск, то, что на это отреагируют, конечно же, позитивом, и вам придется ОФЗ покупать дороже, да, поэтому внимательно подумайте, не, внимательно посмотрите и хорошенько подумайте, стоит ли дергаться, и если стоит, то оцените, насколько это будет правильно с вашей точки зрения. Окей, значит, мы разобрались, значит, с санкциями, теперь давайте пойдем по основным моментам. Значит, у нас начался сезон отчетов, в России традиционно начинается с отчетов по производственным показателям, у нас отчитались все металлурги основные, это НЛМК, ММК, Северсталь, отчитался X5, отчитался полиметалл, отчитался сегодня Русагра, отчиталось, ну, то есть, все, кто отчитывается, практически уже все отчитались, да, по производственным показателям. А теперь впереди у нас, впереди у нас, сейчас откроем календарь наш, впереди у нас, то есть, после производственных показателей, будут показатели МСФО, но вот, допустим, завтра, то есть, если вы смотрите уже 31-го, то есть, 31-го января у нас будут производственные показатели ГМК норильского никеля, очень интересный отчет, во многом определяющий, сколько, как нарастил или, наоборот, не нарастил норникель по производству никеля, потому что они это собирались сделать, посмотрим на это, как они прокомментируют свои производственные показатели, ну, и потом, по сути, начиная уже со следующей недели, у нас пойдут отчеты по МСФО, вот это будет интересно, да, то есть, пойдет первый Северсталь, потом Ростелеком, потом Полюс, ну, и здесь еще нет отчетов от компаний, они, скажем так, почти половина компаний еще в России не объявили даты выпуска отчетов по МСФО, поэтому список этот будет дополняться в ближайшее время. Значит, из того, что вышло, да, из того, что вышло, значит, я прокомментирую, значит, производственные отчеты на ЛМК, ММК и Северстали, а в принципе, да, все компании нарастили производство стали, но очень скромно, там, по 2-3%, но за счет того, что рост стоимости стали в 2017 году вырос, ну, в среднем, где-то на 20-25%, отчеты, естественно, что ММК, что НЛМК, что Северстали должны быть хорошими, то есть, должны заработать достаточно много денег, чтобы выплачивать солидные дивиденды, то есть, за металлургов пока мы не беспокоимся, здесь все хорошо. Вышел отчет операционный X5, отчет вышел хороший, все чудесно, теперь ждем МСФО, МСФО выйдет чуть позже, значит, по X5 еще новость, конечно, я думаю, вы уже слышали о том, что с 1 февраля начинается торговля акциями X5 Retail Group на московской бирже, значит, какие последствия, да, всего этого дела, значит, очень многие хотели купить X5, X5 торговался на Лондоне, на Лондоне у всех есть выход, вот, и есть такое предположение, что ряд участников продадут Магнит и купят X5, но вот Магнит последние дни очень серьезно просел, и не факт, что люди захотят на таком дне продавать все это дело, вот, но спрос на X5, как мне кажется, будет достаточно существенный, потому что компания сейчас лидер, продолжает развиваться темпами более чем 20% в год, и, естественно, предпочтут X5 Магниту, но Магнит сейчас подешевел, и ряд товарищей захотят его также выкупить, поэтому спрос в ритейле у нас присутствует, тем более не забываем, что Dixie у нас отживает последние дни и скоро листингуется, вот, что еще хочется добавить, ну и был, конечно же, обзор Саксо Банка, если кто-то пропустил, почитайте, потому что выход на зарубежные площадки все-таки нужно его делать, и я рекомендую все-таки, наверное, не через российские юрисдикции, а через российские банки, российских брокеров, все-таки нужно диверсифицироваться, у вас и так деньги находятся в российских брокерах, в российской юрисдикции, и лучше всего, если западные, да, будут все-таки активы лежать через какие-то западные юрисдикции. Это с точки зрения просто простейшей диверсификации, так называемой странового риска, да, и нужно уменьшить. Многие не понимают, зачем открывать счета в интерактив брокер, в любых других зарубежных брокерах, зачем, если есть тут Санкт-Петербургская биржа, есть тут свое, безусловно, это может быть даже удобнее иногда, да, но страновой риск еще никто не отменял. Плюс вы должны понимать, что часто и российские брокеры работают через как раз-таки западных брокеров, и проще вам там тоже открыть вместе с ними эти счета. Плюс не забываем, что Минфин Российской Федерации также покупает западные активы спокойно. Я думаю, кстати, интересно, через что Минфин покупает западные активы, возможно, через какого-нибудь Джи Пи Моргана, кстати, кто знает, да, напишите, пожалуйста, в комментариях, через что или как Минфин осуществляет сделки по покупке американских трежерис, да, через брокера, через что, через банки какие. Вот это очень даже было бы интересно. Представляем, если Минфин покупает через Джи Пи Морган или через Сити Групп, да. Хорошо. Поехали дальше. Значит, так, значит, с санкцией мы разобрались, теперь по секторам пройдемся, основные моменты. Значит, из телекомов мне, ну, по сути, добавить тут нечего, телекомы будут скоро отчитываться, вот когда отчитаются, тогда мы к ним придем, лишь замечу, что МТС торгуется сейчас выше 300 рублей, и это хорошо, МТС и должна была подрасти, во-первых, закончился у нас АФК-системой конфликт, разморозили акции, во-вторых, все-таки ставки падают у нас на рынке, а МТС – это компания, которая стабильно платит дивиденды, при том практически фиксированный, не меньше 25 рублей, поэтому МТС, конечно, будет подбирать вместо депозитов, по сути. Теперь металлы и добыча, значит, металлы и добыча, здесь отчитались НЛМК, ММК и Северсталь, в принципе, я прокомментировал, что здесь все хорошо, они чувствуют себя прекрасно, поэтому, если есть позиции, продолжайте их держать, вы получите хорошие, наверное, дивиденды, исходя из четвертого квартала этого года, я думаю, уже в марте, как раз-таки вы их получите. ГМК отчитывается завтра, ну или если вы смотрите уже завтра, то отчитывается он сегодня, то есть 31 января, или уже отчитался, поэтому заходите на наш паблик и посмотрите отчет. Так, а дальше, по остальному, по остальному, мне сильно, как бы, нечего комментировать, то, что там Русал пытается из другой глины делать, сегодня ведомостях было, то есть Русал вместо того, чтобы доставлять глинозем из других стран, хочет сделать, не глинозем там, как они по-другому называются, добывать его прямо в России, ну это такие, знаете, темы, которые не стоит нам рассказывать в рамках данного эфира. Что хочется добавить, смотрите, сегодня Сбербанк, Сбербанк это просто монстр, я вот сегодня, Сбербанк это почти СНП 500, то есть он просто растет, 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 и молодец, и молодец, что растет, потому что действительно очень крутой банк, очень понятные и логичные цели развития, к триллиону рвется, хочет заработать триллион, но инвесторы это поддерживают и покупают, невзирая на то, что сегодня Герман Оскарович вошел в лист предупреждений, тем не менее, инвесторы покупают, Сбербанк и продолжают. Ну, я думаю, что есть среди все-таки вот этого роста очень много шартистов, которые с удовольствием шартят Сбер, но если среди вас есть те, кто шартит Сбер, большое вам спасибо, отчасти вы поддерживаете этот рост, потом выкупая свои шарты по стопам, поэтому спасибо. Так, из банков финансов здесь в принципе все добавить особо нечего, да, 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 у нас какой-то затесался сюда небанковская финансовая акция. Так, по нефтегазу добавить мне здесь пока нечего, отчет никто еще из них не опубликовал, когда даже, то есть у нас почему-то всегда нефтегаз, прямо весь, вся отрасль вообще молчит, когда она отчитается, то есть только за неделю где-то, допустим, Газпром нефть объявляет, или там Газпром объявляет, и Лукойл тоже может за 2-3 дня объявить, что у него там будет скоро отчетность, то есть они вообще всегда очень долго это делают. Так, по Русагра вышел отчет, вышел отчет очень, ну, ожидаемо плохой, да, то есть цена на сахар падает, все падает, все ужасно, да, там свинина только у них и цена на свинину падает, то есть мясной сегмент он дал рост за счет просто увеличения мощностей, поэтому Русагра последние деньки подсливают, ну и под отчет тоже дополнительно подлили, то есть пока в Русагра народ инвесторский не видит перспектив, пока, ну, пока, да, пока мы Русагра оставим в покое. Значит, про потреб сектор мы с вами уже поговорили, X5 выходит, Dixie уходит, в принципе, можем сейчас взять, да, вот Dixie и выкинуть его из нашего списка, Dixie нам больше не нужен. А теперь, что касается, значит, магнита, сегодня магнит отскакивает на 4%, что, в принципе, логично, да, ну, после такого залива, да, то есть по сути они вот три дня падали с шести с половиной тысяч до пяти, ну, тут, как говорится, грех не отскочить, просто как минимум технически, да, как максимум еще и на спекулянтах, которые хотят прикупить и рассчитывают, что они поймают дно. Ну, я записал отдельное видео по магниту на YouTube или на сайте Wall Street Pro можете посмотреть его. Лишь скажу, что я не покупаю вот этот пролив. Бумага до сих пор, на мой взгляд, дорогая, торгуется с мультипликатором выше шести по EBITDA к Enterprise Value, при том, что бизнес сейчас падающий и, на мой взгляд, это тоже дорого, это тоже дорого. Дай бог, как говорится, я помолюсь за тех, кто покупает в районе пяти тысяч, пяти с половиной, я помолюсь за тех за вас, чтобы цена выросла и снова пришла какой-нибудь на шесть, пятьсот, семь тысяч, дай бог, дай бог, чтобы такое произошло. Тем не менее, я пока не вижу, что нужно покупать по таким ценам. Но дай бог к тем, кто ловит ножи, чтобы вы их поймали и ничего не было. Вот, соответственно, дальше. Очень гнусно укатали детский мир в последнее время. Отчасти на новости о том, что будет SPO, а как правило, SPO это у нас secondary public offering, то есть вторичное размещение. Помните, у нас АФК-система не смогла продать акции детского мира, потому что заморозили их им. Соответственно, скорее всего, АФК-система сейчас его будет продавать, потому что АФК-система нужны деньги. И, соответственно, когда происходит SPO, часто делается так называемый accelerated book building, то есть ускоренное составление заявок на кто хочет купить такой большой объем, продается несколько процентов, как правило. Ну и на этом отчасти, как кажется, подспустили чуть вниз. В целом детский мир выглядит сейчас очень неплохо. Ждем отчета за четвертый квартал, он будет определяющий для детского мира. Как правило, отчет за четвертый квартал детского мира, он дает больше всего денег, то есть четвертый квартал самый денежный у детского мира и определять будет весь год. Поэтому народ чуть-чуть так вот приспустился, так посмотрел, видимо, в том числе и на магниты решили, что нужно подождать. Вот. Теперь, теперь из-под рэп-сектора, значит, обувь России отчиталась, в принципе, неплохо отчиталась, но, как мы видим, особо здесь ликвидности нету и народ пока не спешит скупать обувь России. Тем не менее, компания интересна, мы ее на вебинаре рассматривали, мы ее не рассматривали как компанию для покупки, но как компанию, за которой стоит следить, потому что сегмент обуви очень хорошо развивается сейчас в России и вполне может быть интересна компания в ближайшем будущем, но не прямо сию минуту. По химии мне добавить нечего, ФосАгро, Акрон, тут как бы все без изменений. Значит, по транспорту хочу заметить Аэрофлот, Аэрофлот плавно продолжает снижаться, обновил минимум за последние 52 недели, да, то есть мы видели его вчера в районе 130 рублей, сегодня он 134 торгуется, тем не менее, конечно же, не хватает бумаги позитива, господин Савельев всячески распугивает инвесторов, говоря о том, что он будет перевозить на своих самолетах болельщиков за 5 рублей, нет, чтобы сказать, мы будем перевозить болельщиков за 50 тысяч рублей, да, из Москвы в Петербург, просто потому, что больше самолетов нету, да, нет, за 5 будут перевозить, ну, как говорится, дай бог, профит Аэрофлоту с 5 рублей за билет, возможно, там другая какая-то выручка, может, государство компенсирует Аэрофлоту разницу между там 15 тысячами и 5 рублями, которые стоят там, 15 тысяч реальный билет стоит, а 5 рублей, за сколько будет провозить Аэрофлот, тем не менее, конечно, это инвесторов не может возрадовать особо сильно, теперь, здесь, что еще хочется отметить, значит, НМТП, вышел отчет по НМТП, буквально вчера, посмотрите, какой объем, то есть объем, впервые появился достаточно серьезный объем на акциях, их подслили, значит, отчет выглядит следующим образом, в итоге грузооборот группы снизился на 2,3% или на 3 тысячи, 33 и почти 4 тысячи тонн, да, 3 миллиона, подождите, 3 миллиона 395 тысяч тонн, все верно, то есть, НМТП, к сожалению, не смог нарастить в этом году грузооборот, есть разные причины тому, тем не менее, да, то есть, народу это не понравилось, он НМТП, мы уже говорили с вами, пока драйверов роста, они закончились, в свое время мы покупали с вами НМТП под приватизацию и примерно цена была 8,5 рублей, в принципе, НМТП сейчас стоит 8,5 рублей, да, то есть, цель достигнута, второе, это, второе, это то, что НМТП не особо-то хочет в этом году платить дивиденды своим акционерам, вот, поэтому мы немножко сократили долю НМТП в своем портфеле, возможно, ее полностью сократим, но, опять же, есть всякая небольшая составляющая, как приватизация, которая может все-таки в этом году состояться, поэтому половину все-таки доли мы еще оставляем в нашем портфеле. Теперь, что касается вот компании, которую мы с вами в свое время на вебинаре рассматривали, компания называется GTM или Global Track, значит, в чем здесь новость? Новость, к сожалению, мы не то, что пропустили, да, она была у нас в паблике, но мы ее не обсудили, значит, вышла такая новость, вышла она в конце декабря, Global Track Logistics, входящая в состав Global Track, заключила договор финансового лизинга с компанией Volvo Finance Service на приобретение 413 новых тягачей Volvo, то есть, Global Track, вы сами знаете, занимается перевозкой грузов, в том числе, Magnita, X5 Retail Group, то есть, он перевозит на своих грузовиках продукты питания, любые другие грузы, которые помещаются в эти длинномеры, да, соответственно, у компании, чтобы понимать, что такое 413 новых тягачей Volvo, у компании сейчас 1090 таких, ну, тягачей, соответственно, они приобретают еще 413, то есть, практически на 40% увеличивается парк тягачей. Значит, IPO, когда было IPO, естественно, они и сказали, что вот эти деньги, которые они сейчас собирают, они потратят на развитие, и конкретно вот сейчас мы видим реализацию слов по поводу развития. Соответственно, GTM сейчас, ну, мы видим, объемов никаких нету, практически, да, ну, тут, когда они объявили новость в конце декабря, ну, вот, в начале года чуть-чуть, там, кто-то небольшие доли подкупил. Я лишь не говорю, что сейчас надо бежать и покупать GTM, я вам хочу просто напомнить, что у нас есть такая идея, что компания достаточно интересная, у меня есть, я купил чуть-чуть, да, купил чуть-чуть, и с учетом того, что заказали они грузовики, то есть буквально через, скажем так, скорее всего, там они написали, когда они поставку сделают, там написали, я уже закрыл, к сожалению, то есть поставка будет в течение первого вот этого квартала, соответственно, уже во втором квартале мы начнем видеть, как эти грузовики начинают работать и давать прибыль и выручку, соответственно, акционерам. Поэтому будем следить за компанией и как только наступит тот момент, когда надо будет брать, я думаю, с вами, если что, прикупим данную компанию. Теперь касаемо генерации. Здесь у нас, наверное, на одну только компанию заострю свое внимание, это компания UniPro. А компания UniPro последние несколько дней очень хорошо льют, сливают, сливают на чем? Вот есть такая у нас новость. FAS установила, что действия UniPro и системного оператора единой энергосистемы привели к ущемлению интересов участников рынка и, как бы, не арестовала, а хочет взыскать с UniPro и с вот этого единой энергосистемы один миллиард рублей. В принципе, сумма не такая уж большая, особенно для UniPro, тем не менее, тем не менее, это сумма, это минус, это минус для UniPro. Значит, что здесь, суть в чем дело? таким образом, то есть, напоминаю, что в феврале 16-го года, здесь так и написано, в котельном отделении энергоблока Березовской ГРЭС у UniPro произошла авария, в результате которой его эксплуатация была прекращена. Вот. Соответственно, с момента аварии поставка мощности не была, ну, не осуществлялась. однако, ПАО UniPro продолжала получать оплату от потребителей по заключенным ранее договорам. В результате эффект для потребителей составил около миллиарда рублей. То есть, понятно, энергоблок не работает, а деньги, как бы, они получают за это. Вот. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая фактически не поставлялась и не могла быть поставлена в связи с утратой работоспособности оборудования вследствие аварии, что привело к ущемлению их интересов. Соответственно, ФАС сказала, ребятки, как бы, миллиард, как бы, верните. Вот. Ну, и, значит, системные администраторы в UniPro теперь там, жалуются правительству, что нечестно, нечестно, как же так? Вот. Ну, посмотрим, чем все закончится. Поэтому спекулянты решили подслить UniPro. Ну, и слава богу, как бы, ну, слава богу. Еще бы хорошо, если меня подслили к двум рублям. Поэтому, ребятки, у кого еще есть UniPro, кто хочет под эту новость продать, пожалуйста, сделайте это. Я готов покупать по 2, 2.20 в диапазоне с удовольствием. Вот. Значит, и последний из электросетей. Значит, ФСК ЕС, да, напоминаю. Здесь такой был спекулятивный памп, как говорят, в трейдинге pump and dump, потом взлет и падение на новости о том, что господин Муров, глава, значит, федеральной сетевой компании, объявил, что они заработают на 15% больше в этом году, выплатят 50% в виде дивидендов. Конечно же, на этой новости все повелись, все все выкупили. Вот. Ну, как окажется, окажется в будущем, да, соответственно, заплатить, конечно, не 50%, но заплатят. И Муров сказал, что не меньше, чем в прошлом году, это уже хорошо. Это уже хорошо. Это с учетом того, что какие у нас сети, в каком они печальном состоянии, и сколько надо денег сейчас, чтобы вот это все постсоветское, как это, пространство, заново отреставрировать, конечно, это еще годы, годы вперед. Вот. И все-таки компания платит дивы, и это хорошо. Это хорошо. Вот. Ну, в принципе, наверное, на сегодня все. У меня закончились все основные моменты, которые я хотел вам рассказать. Спасибо, что вы с нами, ваши комментарии, пожелания. С удовольствием прочитаю в комментариях, ваши комментарии в комментариях. С вами был Дмитрий Черевушкин. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»